История о древнейшем самоцвете. Воспоминания Карама Вабаха, орка-авантюриста и похитителя драгоценностей. Часть третья. Путешествие. Путешествие к башне Гастора Суетного было долгим. Как и полагалось колдуну, в саду которого запросто разгуливает демон, Гастор предпочитал жить в одиночестве и великолепной роскоши на значительном отдалении ото всех поселений. Я мало что знал о нем, кроме того, что кто-то из его предков сражался в армии проклятых, а значит в его жилах текла кровь демонов. Это, однако же, меня не слишком беспокоило. Мне не приходилось встречать волшебника-полудемона или человека, который бы выжил, получив фут хладного железа в живот. Верная железяка вообще штука не бесполезная. Я боец по сути своей, воин до мозга костей, а для моей очаровательной спутницы смыслом жизни было воровство. Впрочем, когда семеро бандитов налетели на нас из засады, она и в бою себя показала очень неплохо. Я расправился с пятью из них своим старым добрым клинком. Тень уложила двоих оставшихся из короткого лука и воткнула стрелу в зад седьмому, когда тот попытался сбежать. Конечно, я пытался поздравить тень дружеским объятием и поцелуем. В ответ на что она вонзила свои заостренные зубы мне в подбородок. Шрамы от ее изящных клыков я ношу до сих пор. Своим правнукам я скажу, что меня однажды погасал ядовитый половинчик. Истинное же воспоминание я сохраню глубоко в сердце. И не стану им рассказывать, как приятно было сжимать ее крепкий маленький зад, когда она вырывалась из моих объятий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok